И в продолжении темы необходимости строительства на селе. В региональном парламенте обсудили возможность привлечения частных инвестиций на возведение социальных объектов. Особенно это актуально для небольших сельских населенных пунктов. Председатель комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кордакова отметила, что реализация инвестпроектов силами субъектов малого и среднего бизнеса позволит ускоренным темпом решить задачи по поводу новых социальных объектов и распределить нагрузку на региональный бюджет. Ольга Руссел раскроет тему. В частности, Наталья Кордакова отметила, что при строительстве школ, спортплощадок и фоков, детских садов и домов культуры исключительно за счет бюджетных средств возникают некоторые проблемы. Это и недобросовестные подрядчики, сложности с логистикой, поэтому необходимо активнее привлекать малый и средний бизнес к строительству значимых объектов на селе. В Харуте у них проводится 8 кружков различных, в которых принимают участие, как младшее поколение, так и старшее поколение. Но в то же время здание, во многом зависит от того, как проводится работа, в каком состоянии материально-технической базы зданий. Здание в поселке Харута было построено в 1961 году, площадь которого составляет где-то более 300 метров квадратных, а в Усть-Каре здание было построено в 1957 году. И там площадь вообще маленькая, где-то 160 метров квадратных. Для такого крупного населенного фунта, где-то проживает 600 человек, это, конечно, очень мало. Наталья Кордакова подчеркнула, что сохранение и развитие культуры на селе – это архиважная задача органов власти. Вместе с тем, многодомов культуры на селе имеют слабую материально-техническую базу, не соответствующую современным стандартам. Проекты практически готовы по этим населенным пунктам. Площадь общая где-то будет 500 с небольшим, 417 метров квадратных – это общая площадь здания, в котором будет у нас и танцевальный зал, и, значит, будет отдельно библиотека, зал для зрителей в целом будет. В общем, практически все уже готово, но земельные участки также готовы, эти земельные участки выкуплены. Сегодня у нас предпринимателем в одном Курленко, во втором Паков выкупили. И я надеюсь, что уже в этом году, но во всяком случае так планируют, у нас малый и средний бизнес построить здание в Харуте уже в этом году, в 2021 году. Планируется, что дом культуры в Ускаре появится в следующем году. Как рассказал депутат окружного собрания, предприниматель Анатолий Курленко, в настоящее время компанией отобран проект для строительства в Ускаре дома культуры на 108 мест. На сегодняшний момент он привязывается к земельному участку, который мы выиграли по аукциону в Ускаре, и будем строить дом культуры. Единственное, что сейчас добиваем проект, ознакомим непосредственно муниципальное образование с данным проектом, примем их пожелания, внесем корректировку, и после этого будем закупать непосредственный материал для изготовления, для строительства дома культуры в Ускаре. По мнению депутата, это определенный вклад предпринимателей в развитие муниципальных образований.